Сколько нужно жертвовать на храм? Ответ священника. Библия пишет, что нужно жертвовать десятину. В каждой церкви можно увидеть ящики с надписью «Жертва на храм». Речь идет о сборе средств на постоянные нужды храма. Эти пожертвования добровольные. Сколько нужно жертвовать на храм, рассказал священник Алексей Филюк. По его словам, каким будет это пожертвование, каждый решает индивидуально. Впрочем, отмечает священник, есть рекомендация библейская. Десятину никто не отменял. Но ее редко дают. В православной церкви практически никто той десятинки не дает. Но есть добровольные пожертвования. Есть у человека «Жертвуют». Нет, не жертвуют, подчеркнул Алексей Филюк. Также батюшка рассказал, что когда апостолы ходили, Иисус проповедовал, то у Иуда Искариота был ящик для добровольных пожертвований. Пожертвования были и во времена апостолов, и во времена Христа, и во времена ранней церкви, и во времена Моисея. Поэтому сколько хотите, столько жертвуйте. От сердца, подчеркнул он. Напомним, ранее Алексей Филюк рассказывал, нужно ли завешивать зеркало в доме после смерти родных. Среди украинцев это принято, потому что, мол, душа человека якобы может застрять в них или заблудиться.